всем привет сегодня поговорим о компании netflix хочу рассказать что я думаю что происходит с бизнесом компании netflix и что будет наверное происходить с акциями компании netflix как говорил питер линч как я уже упоминал на своем канале несколько раз акции это не лотерейные билетики если с бизнесом все хорошо с акциями будет все хорошо соответственно логично утверждать и обратное если с бизнесом будет что-то не так то с акциями явно будет что-то не так так вот netflix является до одной из самых крупных компаний в мире один из самых крупных брендов один из самых узнаваемых известных брендов в мире но за последний допустим год netflix в связке fung довольно отстает от своих соратников по фангу это apple допустим с гуглом набирает 85 процентов amazon набирает 50 фейсбук уже набирает 60 и вот по этой четверки бизнесов меня вообще вопросов никаких нет я думаю что amazon кстати все-таки догонит и apple и google а может быть даже и перегонит буквально за год-три скорее всего по netflix явно видно что отстает он от этой связки fung и здесь надо конечно разбираться в чем причины поскольку прошел год год нормальный отрезок и за год практически ничего не происходит netflix на отрезке допустим прям если мы возьмем один год а проигрывают проигрывать все-таки среднему рынку мы видим что он болтается вот так вот в таком так называемом боковике и набирает за год за последний год буквально четыре процента когда тот же самый dow jones набирает 32 процента на отрезке пять лет конечно же netflix выглядит очень и очень шикарно и обыгрывает dow jones но вот какая-то стагнация происходит почему инвесторы перестали так сильно покупать акции netflix скорее всего есть на это конечно же причиной возьмем всю связку фэнк на графике за последний год очевидно что facebook и amazon и google набирает обороты amazon конечно немножко отстает но как я уже объяснял что наверное по amazon все очевидно они будут догонять фэнк всю связку фэнк и скорее всего даже будут какой-то определенный момент я не удивлюсь что вообще станут самой дорогой компании в мире даже обгоняя другие все взятые и соответственно что то опять таки вот видите с нетфликсом не то да то есть акция практически так болталась но вот она начинает отставать опять упала опять отчетность была последняя опять инвесторы не вдохновились отчетностью хотя нетфликс уже за начинает заявлять о какой-то диверсификации продуктов то есть они начинают заявлять что они идут какой-то там видео гейминг стри видео гейминг индустрию также есть уже разговора на следующий год начинать какой-то байбэк в общем возвращать какие-то какой-то капитал инвесторам так далее тому подобное ну почему такие разговоры появились на прекрасно все понимают включая менеджмент надо что-то немножко менять поскольку нетфликс конечно крутая растущая компания и все вроде у них хорошо но для связки фэнк конечно она становится немного слабоватой давайте возьмем последнюю отчетность по значит по компании нетфликс на их сайте они одна из немногих компаний которые выкладывают просто excel q очень удобно можно все номера посмотреть что-то самому посчитать ну вот по incant statement туда казалось бы вопросов нет вопросов нет все растет то есть мы возьмем к примеру тот же самый июнь 2021 года 73 ревеню и на на прошлый июнь было 66 2 миллиарда ревеню понятное дело рост есть возьмем тот же самый вообще net income один точка почти 3 1.4 почти миллиарда зарабатывать чистого net income а и в прошлом июне это было 720 то есть рост рост обалденный рост практически в два раза то есть здесь вот со стороны инвестора почему бы и не да почему бы и не покупать акции netflix но опять-таки здесь вопрос встает именно метрика которые называются не gap метрики которые я как раз таки рассказывал когда рассказывал вам про индустрии с с софтуэр и сервис и как раз таки в индустрии с с конечно очень хорошо когда у компании есть отличные финансовые показатели но одно из основных критериев для индустрии со с который является так сказать ростовой индустрии это является как раз таки нон-гап метрики и мы здесь идем в regional information который предоставляет именно netflix и что мы здесь наблюдаем картина складывается следующее в июне на 30 июня 2021 года по северной америке и канаде был отрицательный отток подписчиков я думаю одно из конечно таких опасений для инвесторов как раз таки является вот эта цифра негативная 433 тысячи людей отписались от нетфликса по северной америке и канаде и это не первая четверть это не первый раз когда у компании netflix вот такая негативная так сказать подписка показывается то есть у них было по моему раза три или четыре в истории когда вот за четверть были отрицательные подписки и понятное дело что это произошло только по по северной америке то есть по канаде и по штатам о возьмем по миддл лист у них все нормально возьмем по латиноамерике у них все нормально и возьмем по азии здесь тоже все нормально все прирост есть но что всегда вот в этих цифрах пугает да то есть как допустим как инвесторов netflix изначально из естественно являлась таким ростовым активом growth growth история growth subscribers то есть подписчики должны расти это понятно то есть и здесь за всего за за июнь в принципе да если мы возьмем сложим все и возьмем полную цифру то netflix добавил не так уж много где-то полтора миллиона всего подписчиков хотя в изначально они ставили такой скромный прогноз они добавят миллион подписчиков что здесь происходит в чем вот дело как раз таки подписчиков 3-4 года назад миллион там два миллиона подписчиков добавить за четверть для netflix это было здорово поскольку база подписчиков была гораздо меньше соответственно процентном соотношении естественно это все выглядело гораздо и гораздо лучше но на данный момент когда netflix вроде как уже вырос в огромный в огромный как бы конгломерат стриминга соответственно здесь уже вопрос плюс-минус миллион подписчиков становится чуть ли не вопрос так называемой погрешности до которую можно допустить подсчитывая или не подсчитывая то есть понятное дело что инвесторов начинает пугать начинает пугать вот такие вот миллион полтора два три номера поскольку в принципе на этом можно сказать что история netflix как ростового актива как огромной ростовой компании может как раз таки закончится что может происходить с netflixом дальше естественно netflix может просто попасть в категорию чуть ли не ютилитис до которая будет просто собирать деньги со своих подписчиков и генерировать какой-то контент понятное дело что им netflix у обязательно нужно растить количество подписчиков это первое второе на что он инвесторы крупные инвесторы начнут обращать внимание совсем скоро окей если подписчики не растут давайте обратно теперь идем к числам соответственно здесь конечно же надо будет улучшать все номера надо будет делать какой-то череперчис который они как раз таки собирается делать но в истории допустим с apple они делают байбэк исходя из того что он просто кэш некуда девать netflix у придется делать байбэк и соответственно здесь это очевидно это будет такой шаг и значок к тому что окей ростовая история закончилась сейчас мы начнем возвращать как говорится валют для инвесторов здесь как раз таки будет все зависит конечно от менеджмента насколько они смогут выруливать дальше вот такую прибыль такую маржинальность поскольку естественно посмотрите earnings per share за квартал ну тройка да то есть насколько они могут реально вытянуть насколько они могут вытянуть за допустим за тот же самый год если за квартал они 3 доллара на акцию то соответственно за год при остановке такой при торможении наращивание своих подписчиков то за год естественно для цены на акцию за 500 долларов им надо показывать хотя бы 25 сейчас 25 earnings per share чтобы укладываться в такой пина и двадцатку сейчас в данный момент зарабатывая 3-4 доллара за квартал естественно до двадцатки еще далеко поэтому здесь конечно будет все ложится на плечи менеджмента в принципе менеджмент сильный но вот поле для разгона мне кажется у netflix самого осталось не так уж и много плюс когда начинал netflix стримить они начинали стримить это в 2007 году никто не еще даже и не пытался это делать 2010 2016 они пошли на весь мир они захватили там 120 стран понятное дело что netflix были передовые но сейчас очень много стрима да очень много подписок у людей disney plus и чего только нет то есть сейчас у людей очень много выбора в подписках и как раз таки вот более мелкие компании я считаю что вот в этой индустрии они могут как раз таки принести очень большие проблемы для компании netflix плане того что те же самые сабскрайберы да то есть подписчики и в принципе какая разница чем себя занять посмотреть movies или какие-нибудь там другие передачи главное чтобы как говорится чтобы это не было кейбл тиви подписок общество в общем допустим по штатах общего количества очень много соответственно в какой-то определенный момент мне кажется что начнет немножко отпадать интерес подписчиков компании netflix вообще продуктом компании netflix плюс netflix у будет необходимо сейчас сфокусироваться на генерирование контента то есть то что у них лучше всего получается это из их отличает от других принципе стриминговых сервисов потому что они генерируют качественный контент но чтобы его генерировать надо потратить кучу денег соответственно они очень много откладывали очень много контента устарело и очень мало они в принципе контента производили сейчас нам им надо поднажать на педаль и соответственно увеличить генерирование контента если у них все получится если у них все получится то тогда у самой компании netflix будет все нормально история роста продолжится подписчики вернутся весь мир подпишется на netflix и netflix он будут пользоваться я не знаю миллиард человек но для этого менеджмента надо реально сейчас преодолеть очень и очень много и соответственно здесь у меня такие догадки что связки фанг скорее всего netflix все-таки начнет немножечко отпадать отставать и возможно что на акции netflix денег вы не потеряете но если бы я допустим инвестировал свои деньги и фокусировался на фэнк я бы наверное все-таки сфокусировался на google apple и amazon ну вот и все да то есть у меня в принципе акции netflix нет я просто не пользуюсь продуктами компании netflix но у меня в принципе есть позиция по компании року она немножко отличается конечно сама компания и бизнес от компании netflix но уроку это реальная растущая картина уроку пи там не знает 400 500 наверное зашкаливает но уроку развивается очень-очень хорошо и у меня уже позиция вот набирает 45 процентов по року это буквально по моему за полгода посмотрим как дальше будет року мне в принципе бизнес року нравится я его неоднократно смотрел с разных сторон и акции буду держать а netflix я не буду покупать и скорее всего если у меня возникает как раз таки именно желание про инвестировать фэнк это будет продолжать покупка акции apple google и amazon ну вот и все спасибо за внимание всем пока ставьте лайки дизлайки комментарии всем хорошего дня